уважаемый любитель моих небольших роликов сегодня у нас такой интересный выпуск но правда научный дело в том что я был на съезде специалистов по проблемам развития плода в казани это девятый съезд был ну понятно вот вы сейчас перед собой видите вот заставку он все произошло в казани но поэтому конечно мы не лишили себя удовольствия побывать на озере значит посмотреть на мечеть свеженькие отстроенные значит посмотреть татарскую усадь и там всякие веселенькие прибамбасы там и конь стоит и хлеб пекут и туфли продают как вы видите жизнь кипит и витрины магазинов для туристов тоже очень богатые ну и улицы соответствующие в татарской слободе на противоположной стороне можно было пожидать русскую слободу но она как-то не прижилась по-видимому ну что ж казань прекрасно развивается там был восемьдесят пятом году 39 лет назад и конечно город уже не узнать он очень сильно изменился и вот вид от библиотеки довольно интересный красивый там стоит особняки такие вполне престижные ну и всякие веселенькие новые дома похоже из далека на тадж махал с мельскими башенька ну и всякая монументальная скульптура вроде студента с кубиком рубика вместо головы что за намек я не знаю в центре казани мне кажется это довольно рискованно и так переходим собственно говоря конференции конференцию все организовала и по сути дела держала в руках чтоб она прошла успешно людмила александровна жученко за что и огромную благодарность поскольку она меня пригласила и организовала мой приезд вот сейчас мой будет небольшой доклад а там нас не просто любили холили или еще и кормили ну вот послушайте то о чем а там рассказывал мне кажется представляет некий интерес поскольку проблемы диагностики они существуют и никуда пока от нас не делись значит во первых а должен поблагодарить за то что меня позвали в такое специализированное сообщество но вчера я насладился потому что я увидел на патологии сердца представители акул без хвостых амфибий и даже крокодилов я в общем согласился на предложение сделать узги сердца крокодила для того чтобы показать что это в общем такой у кого и норма то есть иначе говоря у нас то что мы видим в эмбриональной патологии человека это на самом деле очень много морфогенетических реверсов то есть событий которые на самом деле когда-то происходили когда наше сердце эволюционно формировалось а теперь при тех или иных условиях или даже генетических нарушениях это приводит к обратной ситуации это я постараюсь как-нибудь рассказать на юбилейной сессии если меня конечно позовут ну а сейчас разговор более системной проблем это заключается в том что то что мы обсуждаем здесь это что действительно до зарезу нужно финансировать не только в москве и москвополской области по всей стране а это к сожалению финансируется плохо люди должны сделать за свой счет и я в общем этим крайне недоволен потому что микроматричный анализ он при всех его недостатках это об этом буду тоже говорить он дает все-таки хорошие инструменты он дорогой фишков попроще подешевле но тоже на него нужны деньги то есть ничего просто так не бывает и поэтому надо начать от печки вот данном случае у вас на картинке эмбрионы стрелочками показана та зона самая ранняя то есть девятая неделя и дальше с которой начинаются те анализы которые мы сегодня обсуждаем а до этого а до этого огромный период развития причем как до имплантационный так и пост имплантационный в которой происходит закладка тех самых аномалий которые видно на узи кстати говоря должен отметить меня сегодня и вчера дико порадовал то что извините у нас при всей генетической направленности собрание уважаемого огромное количество работ чисто морфологически бумки извините в конце 19 века только мечтать мог о перевитых плацентах об анализе предлежания о том как сердце у ребенка устроено и можно ли его посмотреть вот прошло 120 лет и мы радостно бы могли ему ответить да мы уже добились того чем вы писали 120 лет назад и в основе всех этих работ все равно лежит морфологические исследования в том числе с помощью узи диагностики вы значит здесь вы лучше меня знаете те использования используются те методы которые обсуждаются но у нас существует эмбриональный период который кола крайне плохо охвачен вот здесь представлены как раз несколько зародышей то есть в серединке со стрелочкой это нормальный на 11 день после оплодотворения еще раз подчеркиваю это первый или второй день после имплантации эти зародыши в общем они плохо известны в мировой науке в этот момент человечек стоит вот из этих двух полосочек клеток это все что в дальнейшем будет нами с вами но остальное там понятно трофобласт все остальное так вот уже с этой стадии причем гибели огромные появляются вот такие картинки когда у нас зародыши это то что любят называть в литературе анамбрионии то есть все есть оболочки то есть а зародыши нет эти работы проведены еще на заре генетических работ когда мы еще дружили с американцами за атлантической лужи и тогда мы специально интересовались а каков масштаб генетических патологий у таких зародышей потому что была такая концепция что все вся эмбриональная гибель ранее до 8 недели это сплошнее сплошной по сплошные последствия генетических нарушений поэтому привожу только тех зародышей у которых никаких признаков конечно то что было возможно сделать 20 лет назад не обнаружено проблема состоит в том что именно в этот период у нас начинаются всякие проблемы проблемы органогенеза которые потом видны на узи как яркие проявления там строение сердца мозга внутренних органов мочевого пузыря они возникают здесь вот в этот момент когда на первичной полоске в данном случае кстати говоря это все человеческие эмбрионы то есть это никакие не животные как во всех учебниках по гинекологии американских и европейских это реальные человеческие эмбрионы вот 12 с половиной дней выглядит вот так первичная полоска связанная с миграцией клеток вовнутрь но и тут же уже возникает патологические состояния когда аномбрионе связано с таким скоплением клеток при этом еще раз подчеркну никаких признаков генетических изменений нет они бывают встречаются да эти эмбрионы мы отсеивали потому что мы занимаемся механизмами морфогенез значит что с моей точки зрения было бы хорошо делать вашей области но для меня но это традиционная кариотипир не самое простое но плюс фишмент это не так дорого было бы хорошо из 66 года представьте себе когда это утвердило все это работает и работает отлично дешево и достаточно практично то есть получается неплохие результаты предварительно с этого мне кажется надо начинать в вашем деле хотя и в вашем деле не специалистов флуоресценция гибридизации хорошо но очень ограничено точно знать чего хотите видеть если быстро и надежно по подозрениям которые об этом говорили только что на что все понятно надо делать но ограничение низкое разрешение до низкая даже с флюорохромами с хорошими но до исказонда в фиш метод тоже таргетному при только отдельно мишени днк недостаток до недостаток хромосомный микроматричный анализ даже объяснять не буду здесь о нем только говорят но ограничение вот здесь пожалуйста я привел парочку работы на 1475 плодов по крайней мере с одной аномалии которая видна на узи который все обсуждают найдено всего патологии при микроматричном анализе у двухсот пятидесяти семи семнадцать процентов ценный метод очень для семнадцати процентов понятно что это вероятность выявления высока именно поэтому все врачи профессионалы которые судородон еще этим занимается говорят приходится идти во многие учреждения проверять многими методами и то они не бесспорны об этом речь идет но более того есть мета анализ вот семнадцатого года на десяти тысяч плодов ну и что проблема заключается в том что при нормальном кариотипе обнаружены субмикроскопические изменения связанные задержкой и умственной отсталостью но ребята при этом в этой же работе обсуждается то что масса случаев когда находили такие изменения не приводили никакой патологии нет анализ собственно говоря для этого делается и самое страшное это концовка это что у плодов со стопроцентными ультразвуковыми аномалиями часто встречаются отрицательные результаты анализа хромосом с помощью хромосомных микрочипов то есть достоверность методов при массовой мета анализе показывает что он хорош конечно не очень потому что даже когда и родителей обоих и маму и папу проанализировали ребенка все равно 24 процента простите меня но это ниже плентусу это конечно замечательно но и существует масса еще других проблем причем обращаю внимание мы разговариваем все время про генетическую а про генетические проблемы но есть вещи которые носят морфогенетический характер и то что я вам сейчас говорил это что охватывает четверть эмбриогенеза то есть диагностическая ценность подхода молекулярно-генетических методов составляет около 20 процентов нужно за это бороться конечно нужно это дает результат который позволяет реализовывать массу массу тем более при высокой скорости медицинского обслуживания которые с вас требуют просто физически ускоряет это да делать надо надо финансировать абсолютно необходимо но я хотел обратить привлечь ваше небольшое внимание к тому что еще происходит и предостеречь о некоторых моднейших направлениях которые ближайшее время в том числе появится и у нас значит и речь идет о морфогенетических отклонениях развития они очень неприятные потому что они генетически не идентифицируются связаны ну например с нейруляции с ней спиной бифидой приводит это генетическим последствиям нет это приводит к анатомическим последствиям спина бифида вот из-за того что скорость движения нейруляционной волны неравномерно здесь она двигается 10 дней здесь 5 а здесь 3 у нас и частота патологии не генетической природы надо на это смотреть надо чем надо смотреть узи видно плохо потому что зародыш в данном случае все события заканчиваются на 28 29 день а при этом они вызывают вот эти самые патологии можно высасывать из пальца истории со сбиной бифидой но к сожалению она может возникнуть от чего угодно просто мама водочки выпила или коньячку тормознулась нейруляционная волна на 24 25 день нейруляции но от оплодотворения и будет у нас спина бифида вероятностью встречаемости один случай на 100 человек участвующие в конференции двое точно имеет так что вот этот аспект вообще остается за кадром то есть таким образом попытки использовать для диагностики то те же самые инвазивные днк крови матери но это знаменитая история началась известного 10 лет даже больше 11 лет назад известного медика коммерсанта ло китайцы как известно они не столько ученые врачи сколько коммерсанты поэтому он тут же наляпал себе фирмы начал тут же продавать эти технологии причем там дело дошло до того что по крови матери можно определить будущее аллергии ребенка нормально это уже не в одни ворота не лезет поскольку на самом деле вне клеточная днк плода короче 313 и 320 единиц а у матери самая маленькая 400 500 понятно что вы не можете идеально определить особенность у вас девочка о чем идет речь вот потом причем это днк плода очень мало там пытаются накапливать за счет вот этой разницы массовой но это не очень получается стоит тогда такой анализ как самолет то есть тоже вопрос ну вот плюс кто-то ответ здесь говорил что-то я не помню ни про раковые клетки не про бактериальную днк у вас что мама все стерильные что чё-то я сомневаюсь а в крови у них все это есть и кроме есть митохондриальная днк и днк погибающих клетка тканеспецифическая днк почему идет не видно а потом врач говорит смотрите у меня там или контаминация или разобраться не могу ну так вы посмотрите пожалуйста на то что еще в плазме крови не инвазивные способы они крайне сомнительны в этом то все и дело значит системный анализ до сих пор как я отметил это ультразвук и разные варианты его а надо бы что сделать надо бы конечно использовать мрт плода ни одного доклада по мрт плода нет сейчас это интенсивно разрабатывается в том числе и на западе в нашей стране что нужно использовать высоко разрешающий низко рентгенонагружающий и нагружаемый фазовый контраст в рентгеновской томографии а уж магниторезонансная томография вообще используется очень широко конечно без контраста с годолением который вредный довольно это повышает точность потому что еще раз повторяю меня поразило количество морфологических работ здесь но я не буду рассказывать про успехи здесь все про геномное секвенирование рассказали конечно в идеальном случае нужно и ребенка и обоих родителей больше ничего не получится иначе и иначе подойти к этому к решению вопрос сто процентов нельзя на это ну в этой нужно вкладывать деньги поддерживать все клинические системы при этом не инвазивные в чем проблема не инвазивные то подходы очень мало информативно все равно все дело кончается тем что все они требуют проверки инвазивными способами может с них начинать если сложный случай мы видим на узи может таким образом ограничиться не знаю это дело для специалистов и я сейчас перейду к второй части нашего балета я сегодня расскажу про то что ближайшее время начнет активно навязываться и у нас стране значит чем дело дело в том что сейчас активно развивается очень важное направление исследование митохондриальной днк во первых просто во вторых небольшое количество генов митохондриальной это во вторых это энергетический баланс и когда только появились эти методы на них набросили со страшной силой потому что ну конечно да цитров область померил посмотрел что там будет чем мало генома мало последовательности легко сделать тем более есть библиотеки данных которые позволяют посмотреть в том числе и изменения митохондриального генома но дело дошло до того в настоящий момент что он пишут о том что митохондриальная днк связана с интеллектом ребенка ну и так разводят бедных мам ничего не сделаешь это модное на западе направление у нас кстати говоря есть вполне вменяемые люди которые абсолютно адекватно воспринимают весь этот аттракцион с митохондриальной днк я имею ввиду николаеву и непшу они с одной стороны смогли оценить достаточно надежных работах о том что это с энергетической точки зрения пустышка я имею ввиду работник с авторами николаева очень быстро пришла к тому что ядерно кодировая митохондриальное заболевание у детей никак не связаны с самими митохондриями тоже забавно в чем же проблема основная проблема как здесь нижней строчке написано это в том что митохондриальная днк на самом деле информационно бесполезно сейчас объясню в чем дело до работы выпущу вышедший в нэйче четыре года назад с митохондриальные днк носились как списаны торбы там и неандертальцев с нами скрещивали и мышей определяли которые которые живут на разных берегах там волги и прочие прочих родственные связи все замечательно до тех пор пока добрый американский генетика один не взял микро манипулятор и не вытащил из одной клетки несколько вариантов митохондрии сделав подробный генетический анализ не по мутации вот это вот ерундистика а пол полный полный скрининг полный нас показал что в одной клетке может быть от 10 до 20 вариантов генома то есть таким образом если эволюционно можно объединить там наше происхождение с морковкой или зайцами легко по митохондриальной днк мы в родственники ближайшие просто за поворотом это говорит о ценности подобного подхода это страшная проблема потому что метахондриальная днк даже в разных органах одного плода различается радикально даже в разных нейронах мозга одного и того же человека вы можете найти любые варианты именно поэтому сейчас большая часть цивилизованного мира на метахондриальную днк на такие работы статьи стараются журналы не принимать но к нам это придет поскольку на западе это процветающий способ так сказать изъятие денег у населения и под метахондриальной днк под управляемым контролем энергетического баланса под это разводят пациентов есть еще одно направление противнейшие связанное вот с этой картинкой здесь данном случае не руляться у человека это человеческие зародыши все на очень ранних стадиях развития именно в этот момент происходит то что так не любят мамы то что так не любят на узи диагностики увидеть это крайне официальной патологии и с этим связано еще одно направление генетических исследований которые могут скоро к нам прийти и будьте крайне внимательны и осторожны к этому делу почему потому что это так называемая рибосомальная днк с ней тоже начали очень интенсивно работать в том числе на западе почему потому что там ее как она устроена все понятно не интересно но самое главное для вас как практикующих врачей то что являясь источником то есть каким образом источником связанными с помощью биоинформатики на биоинформатике сейчас еще остановлюсь это совершенно новая панама типа искусственного интеллекта то есть которая будет очень широко распространяться в нашей стране ближайшее время за ее доходности понятно так вот благодаря этим подходом было как бы доказано о том что рибосомальная рнк связано с крайне официальными дефектами действительно серьезные аномалии связаны с этим делом но она так полиморфно что до сих пор ничего не придумали как ее определять почему потому что она индивидуально настолько же изменчивая как и митохондриальная поэтому сейчас дело застопорилось на вас уверяю что пройдет очень немного времени как эту технологию ведут и тогда вот эти вот картинки будут широко использовать для того чтобы попытаться из наивных родителей это получить средства на проведение такого рода анализ хотя они как показывают вот исследования которые начались германии сша они достаточно достаточно бесполезные сильной вариации из-за сильной вариации то есть таким образом на самом деле миграция клеток нервного гребня вот то что я показал одним слайдом выше они начинаются сейчас я найду вот они начинаются вот из этой зоны это как раз начало человеческой неруляции потом вот эти клетки вот они расползаются их очень немного вот они так располагаются вдоль неруляционной пластинки но в конце концов именно от них зависит то что происходит с лицом и вот эти чудовищные картинки которые сказать будут впечатлять будущих мам на самом деле запущенные случаи вот таких событий которые когда которые происходят на ранних там 5-6 недель явлениях когда нарушается миграция клеток нервного гребня почему она не рушу нарушается не очень понятно и те что здесь есть надписи после иранка нестабильность на самом деле догадки с в которые были высказаны с помощью биоинформатики два слова про биоинформатику не доверяйте этому подходу он вырос в свое время из кладистического анализа того самого который был введен еще в шестидесятые годы в зоологии то есть те же самые подходы те же самые алгоритмы подключение к базам данного проведения сравнительного анализа на основании которых определяли родство эволюционное между животными чем это закончилось анекдотом потому что те алгоритмы которые вам о которых вам рассказывают биоинформатики они имеют ограничения ну например там если брать эволюцию живут там отсутствует параллелизма что вообще анекдот то же самое сравнительный анализ построенный на сочетании того что видится в геноме конкретного человека с базами данных надо относиться к этому с большой осторожностью потому что они таким образом убеждают вас принять то или иное решение которое зачастую может противоречь здравому смыслу то есть да это удобный механизм увеличения наукообразия исследования но к сожалению очень часто к реальности отношения не имеет у нас у самих есть так называемый биоинформатика но к сожалению его использование по хозяйству крайне затруднено если конечно из него не было наварить потому что то что он делает при скрининговом подходе и встречном анализе зачастую не выдерживает никакой критики на этом я заканчиваю свой доклад и должен сказать что нужно микро чипирование да конечно нужно не нужен нужен деньги на это все нужно и выделять их нужно так что желаю вам всем добраться до этих источников благоденствия но и вот но кроме этого я считаю что все-таки в основе должно быть визуализация ранних сроков развития и и с чем я вас и поздравляю поскольку фазово-контрастные и рентгеновская и мартеплода оно все-таки развивается я надеюсь мы увидим еще более информативные интересные картинки благодарю за внимание а а а а а а а